Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой стесии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем дополнительные аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря довольно важная макроэкономическая статистика из США, в частности годовые данные по ВВП. Они выйдут в 13.30 по GMT. Это оценка за третий квартал, также в этот период времени будет публикован релиз по первичным заявкам на пособие по безработице, а завтра на закрытии недели нас еще ожидает блок данных в виде личных доходов, личных расходов и заказов на товары длительного пользования. То есть, как и в начале этой недели, мы с вами ориентировались на эту статистику для того, чтобы еще лучше оценить общее состояние американской экономики. Но в то же время я начинаю разделять уже позицию многих, тех, кто следит за тем же самым долларом, считая, что эта статистика, возможно, не станет прямо таким мощным катализатором для движения данного инструмента в условиях низкой ликвидности. Более-менее значимый фундаментальным фоном это уже январь, по-моему, 4 января, друзья, будет публикованный протокол как раз последнего заседания американского регулятора. Также до 4 января не будет ни одного существенного выступления представителя американского регулятора. Но есть интересная историческая ремарка. Индекс доллара, американская валюта, росла в январе в каждом из последних четырех лет. Поэтому вполне возможно, что история может повториться. Мы следим за долларом, потому что этот актив все-таки сохраняет еще потенциал для восстановления с учетом обновленной позиции американского регулятора, который не стал придерживаться мягкого подхода к проведению этой самой монетарной политики, а предпочел все-таки так же, как и ранее, действовать через более высокие проценты ставки. Это все резонанс, опять же, с последнего заседания американского регулятора, которое состоялось две недели назад. То есть ФРС повысил ставку на 50 байсных фонтов и дал понять, что ставка будет расти дальше в течение довольно длительного периода времени, потому что еще очень большой гэп между тем, когда можно будет сказать о том, что проблема с инфляцией решена и тем, что и сейчас. Этот гэп составляет, если оценить общий показатель инфляции, в районе 7% и целевой ориентир американского регулятора на отметке 2%. Сопоставляете цифры, вы должны сами правильно делать выводы о том, что нужно делать американскому регулятору для того, чтобы проблема с инфляцией не стала еще более всеобъемлющей. Но здесь также нужно отметить, что все-таки ФРС при всем уважении к нему не может повлиять на настолько ситуацию в экономике, чтобы оказать и создать условия для тотального снижения инфляционного давления, поэтому ему остается, так же, как и экономике в целом, плыть по ветру, следить, надеяться за то, что инфляция в ближайшие месяцы снова не выйдет на новые максимумы. Понимая это, ФРС все-таки решил оставить козырь в рукаве. Это возможность проведения более агрессивной, жесткой монетарной политики, о чем также было отмечено председателем американского регулятора Джерома Пауэлла. Я, несмотря на то, что отметил и обозначил низкую вероятность того, что мы видим мощное движение по доллару в рамках оставшейся части этого года, все-таки склонен полагать, что какой-то сюрприз может последовать, поэтому я допускаю, что нужно рассчитывать на рост этого инструмента и потенциальное движение индекса доллара выше 104 пунктов. По другим финансовым активам золота 1819 долларов за трость к унцию, максимум был еще выше. Снова обращаю ваше внимание на индекс рыночных настроений, который прекрасно себя отрабатывает, плюс сейчас он сигнализирует о том, что золото нужно покупать и дальше, потому что расстановка сил продавцов и покупателей 25 против 75. 25% трейдеров этот актив покупают, тотальное большинство в продажах, поэтому, скорее всего, пойдем еще выше, как я обозначил и назвал вчерашний брифинг, что золото легко может добраться до отметки 1850. Я думаю, что это наша, друзья, цель максимума. У нас остается чуть больше недели на то, чтобы мы увидели движение этого актива к указанному ценовому рубежу. Всемирный совет по золоту считает, что этот актив будет расти на протяжении всего 2023 года, причем в качестве основных причин. Им называется риск рецессии американской экономики. Он повышается. Последний опрос Бомбер показывает, что эксперты оценивают уже в 70% вероятности наступления рецессии американской экономики. Если сравнивать с прошлой оценкой, она была в районе 60%. Да и о рецессии раньше уже высказывались и Джанет Хеллен, и Джером Пауэлл. Она действительно возможна, и тем более она произойдет, если макроэкономические показатели продолжат ухудшаться, а инфляция снова вернется к траектории роста. И в условиях параллельно с этим проводим еще жесткой монетарной политики в США. Поэтому в случае рецессии, конечно же, мы увидим обвал американского фондового рынка. Ранее я обозначал цели от Морган Стэнли в районе 3000 пунктов по СНП, это все еще реально. И если американский фондовый рынок начнет демонстрировать настолько панические настроения, то трейдеры будут логически испытывать тягу к защитным инструментам, и золото, конечно же, окажется одним из таких активов. Вторая причина – это доллар, который может развернуться. Мы с вами тоже не питали особых иллюзий, не собирались доллар покупать на протяжении всего 2023 года. Мы развернемся, возможно, уже к концу первого квартала, если фонд не изменится раньше. И снижение курса американского доллара также должно поддержать позиции золота, потому что при снижении курса валюты, в которой номинированы все сырьевые инструменты, сырье становится более привлекательным для одержателей других иностранных валют. И третья причина, которая отмечается Всемирным советом по золоту – это восстановление спроса в Китае на фоне смягчения ковидных ограничений, что в конечном счете приведет к росту экономической активности, более высокому спросу на ювелирную продукцию, на которой завязано, собственно, и золото. Поэтому цели 1850, учитывая, что золото растет по 20-30 долларов за день, это может быть даже первая остановка, которая точно будет сделана до этого актива, точнее, до этого уровня инструмент доберется, и потенциально может оказаться даже выше в гораздо более короткие промежутки времени. Пара доллар-иена – еще один дуэт активов, на который сейчас стоит обратить внимание, потому что волатильность остается очень высокой, и с точки зрения фундаментального фона на рынках все продолжают обсуждать то решение, которое было принято японским регулятором. Мы за парой доллар-иена с вами следили очень давно, еще когда этот дуэт активов был в районе 145-150 иен за доллар на контрасте монетарных политик Банка Японии и Федрезерва. Ждали тогда в сентябре, в октябре, надеюсь, вы помните интервенции, эти интервенции последовали. В совокупности в рамках двух активных вмешательств Минфина и Банка Японии в экономику было влито больше 45 миллиардов долларов. Это возымело свой результат. Японская иена стала укрепляться. Но позавчера мы увидели резкий рост больше, чем на 3,5% японской валюты. Он был обусловлен решением японского регулятора. Немного возьмем кавычки, потому что многие считают, что это было слишком даже скорректировать монетарную политику и начать отказываться от мер экономического стимулирования. В данном случае ставку оставили, друзья, повторяю, на прежнем уровне минус 0,1. Ориентир по доходности для 10-летних облигаций в районе нуля. Но раньше Банк Японии контролировал диапазон хода доходности 10-летних облигаций от уровня минус 0,25 до 0,25. Сейчас этот диапазон расширен, по сути, до 1%. То есть контроль доходности будет осуществляться в зоне минус 0,5 до 0,5. То есть Банк Японии будет меньше продавать и потенциально покупать облигации. И снижение объемов в рамках данных операции контроля кривой доходности это и означает верное движение в сторону от беспрецедентной мягкой экономической политики. Хорошо, что Банк Японии созрел хоть сейчас, потому что, на мой взгляд, уже давно нужно было отказаться от мягкой экономической политики. Если раньше ее оправдывали дефляционными рисками, то сейчас, когда инфляция в Японии 37%, конечно же, ни о какой дефляции речь уже не идет. Я думаю, что после последнего заседания Банка Японии мы увидели самый настоящий полноценный разворот долгосрочный по иене и приближение к концу эпохи отрицательных ставок по госбандам. Иена будет в связи с этим укрепляться. Если через пару-тройку заседаний Банк Японии решит вернуть ставку выше нуля, то тогда японская иена будет уже существенно дороже американского доллара, если сопоставлять с текущими значениями, конечно же. И потенциал снижения пары доллар-иена с данных уровней, которые мы видим сейчас, 131.80 до 120 и ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!